Алексей Навальный второй раз в этом году попадает за решетку. Тверской районный суд города Москвы 27 августа постановил арестовать политика на 30 суток. Первый раз аналогичный срок Навальный получил в мае. За организацию акции «Он нам не царь» накануне инаугурации президента Владимира Путина. Теперь лидера незарегистрированной партии «Россия будущего» обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. А именно, в организации 28 января этого года «Забастовки избирателей». Эту акцию протеста Навальный объявил, поскольку его не допустили к участию в выборах президента России из-за судимости по тяжкой статье по делу Киров-Леса. «Жулики и воры! 5 минут на сборы! Жулики и воры! 5 минут на сборы! Жулики и воры! 5 минут на сборы!» Прошло больше полугода. Власть вернулась к этой истории. Опять задержание, скамья подсудимых и дрожащий голос судьи, зачитывающий постановление. Его защитники Иван Жданов и Александр Помазуев настаивали на прекращение административного дела ввиду отсутствия в действиях Навального состава правонарушения. Должны быть веские основания. Таких оснований не было. Это видно в отношении Алексея Анатольевича не составлялось ни одного процессуального документа, ни 25-го, ни 26-го. Никаких опросов, пояснений. Этого нет в материалах дела. Очевидно, его схватили и лишали свободы только для того, чтобы схватить и лишить свободы. Алексей Навальный несколько недель назад выступил против закона о повышении пенсионного возраста в России и пригрозил 9 сентября вывести людей на улицы российских городов. Именно эту причину адвокаты называют главной, почему политик вновь оказался за решеткой. И выбрана примерно такая дата, чтобы можно дать было столько суток ареста, чтобы и до этой акции он примерно две недели отбывал наказание, и после акции он примерно две недели также находился под арестом. Ну, это просто связь достаточно очевидна. Поэтому они заложили такую ловушку еще в январе, как административное правонарушение, и вот дотянули до этого времени к следующей акции, чтобы можно было задержать. 9 сентября в Москве пройдут выборы городоначальника, где в числе других кандидатов баллотируется действующий мэр Сергей Собянин. Наблюдатели называют их безальтернативными, так как выбором не были допущены оппозиционные политики, жестко критикующие исполнительную власть. Пять лет назад на выборах мэра города Алексей Навальный составил реальную конкуренцию Сергею Собянину и набрал почти 30% голосов москвичей. Мумиша Киров, Радио, Свобода, Москва.